народ всем привет меня зовут миша вы на канале про тачки и сегодня у нас на обзоре opel комбо 2022 года выпуска с пробегом 150 километров поехали и так ребят у нас на обзоре новый автомобиль этот автомобиль очень интересен как в хорошем так и в плохом смысле это дизель объемом полтора литра и я думаю самое время взглянуть под капот язычок ребята находится в вполне таком приятном месте конечно же это кочерга я абсолютно не удивлен здесь в принципе есть место и здесь имеется защита двигателя ребята и здесь нет никакого пластика я мягко говоря удивлен аккумулятор находится в не самом удобном месте и за место его может вызвать некоторые проблемы со спиной если она у вас не очень сильно касательно же каких-то моментов с бачками это хочу заметить в стиле старого вага и если вы будете открывать ее на морозе довольно часто или довольно сильно она дано уже по моему отваливается что же касается бачка с охлаждайкой то он находится очень глубоко и добраться до него без специальной воронки я думаю практически невозможно из довольно неожиданной плюшечки это тепло шумоизоляция она достаточно большая и в этой машине и в принципе не ожидал потому что да потому что шумоизоляция не отвратительно я больше не могу об этом молчать а что же касается жабо то под жабой я не вижу практически никакой электроники это конечно же плюс и вот эти резинки уплотнители вы знаете довольно приятно я думал этого всего как минимум в этой комплектации не будет за это конечно лайк доступ к фарам более-менее вменяемый лампочки вы сможете поменять без каких-либо усилий фару для этого снимать скорее всего не придется по не мере так это выглядит со стороны сюда устанавливались очень любопытные моторы хоть их было и очень мало я начну с дизелей дизеля могли быть на 76 102 и 130 лошадей у меня версия на 102 лошади и она в принципе довольно неплохо едет эти тачки комплектовались либо 5 ступенчатой механикой либо 6 ступенчатой механикой 6 ступенчатой шла после 2020 года либо со 130 сильным мотором что же касается бензина то тут прям очень любопытная история это блин грузовик вы будете его грузить и они поставили туда внимание трехцилиндровый 1 и 2 литра мотор что касательно же этих маленьких моторов могу сказать следующее они есть на 110 и на 130 лошадей вариант со 110 лошадями будет иметь 6 ступенчатую механику а вариант помощнее который на 130 будет иметь может иметь восьми ступенчатый автомат и этот автомат это опять же плюшечка он может быть с шайбой и это мне очень напомнило мой рабочий ford focus в котором тоже шайбы тоже 8 ступеней на автомате могу предположить что по техничке это что-то очень близкое если не одинаковое с фордом тогда ребят чуть не забыл здесь конечно же используется система впрыска common rail и если вы будете лить плохую соляру скорее всего попадете на деньги кроме dvs эта машинка имеет еще и электроверсию электроверсия развивает порядка 130 лошадей и по заявлению производителя запаса хода хватает на 280 километров от себя могу сказать лишь то что машина с 2018 года на рынке и она очень популярна встретить ее на немецких дорогах также легко как встретить volkswagen golf или passat ну ладно ребят пришло время посмотреть что же у нас по передку это уже даже не смешно по передку у нас в принципе довольно симпатичная картина мне лично этот дизайн очень нравится и из нюансов я пожалуй отмечу что не совпадает тон краски на металле и на пластике пластик же кстати говоря да сейчас очень холодно я еще шапку блин не взял поэтому чувствуется это особенно остро но пластик очень дубовый и что касается безопасности мне сложно представить как все это отразится на пешеходе на которого может быть совершен наезд конечно лучше бы этого не было касательно же тестов евро n cup то эта машина набрала 4 звезды на самом деле немного удивительно потому что место от а до b достаточно много и на какой-то более-менее серьезной скорости по идее человек должен был бы остаться в порядке но вот так фары ребята фары в хороших комплектациях могут быть и или дешные даже но у нас как вы понимаете все самое дешевенькая самая простенькая для меня любимого это не будет вас как-то удивлять это самый обычный свет здесь же могут находиться противотуманки опять же в каких-то более интересных комплектациях у меня особо ничего нет касательно решетки радиатора друзья щели здесь не самые большие на мое удивление и если какой-то камешек захочет повредить ваш радиатор который находится ну очень близко к передку к передней части не факт что у него это получится что же касается крюка слушайте он настолько глубоко вам небось еще специальное приспособление придется взять чтобы его прикрутить ну да ладно так как ветер ставить на блин качество покраса конечно я не буду снимать не буду портить депутацию оперу совсем уж и ребят последнее что я скажу по переду автомобиля это антенна антенна это просто какой-то капец 2022 год алё с ней вы не можете заезжать на мойку и и конечно же вырвет и чтобы помыть машину на автоматической мойке вам конечно же придется выкручивать антенну что же касается ходовой тормозов и всего вот этого в официальных источниках стоит информация о том что сзади у нас барабаны но нет в моей тачке диски и это потрясающе машина на самом деле очень приятно едет тормозит поворачивает с поворотами не все так сладко об этом я расскажу в салоне сейчас давайте же поговорим про вот это но это прекрасно если вы когда-нибудь сталкивались с паркингами с очень узкими особенно немецкими узкими паркингами то вы знаете цену этим пластиковым накладкам они реально могут спасти вашу тачку касательно подвески тут и говорить не о чем спереди все стандартно сзади просто балка клиренс у этой машины вполне приятный особенно когда она пустая сюда ребят чуть ли не две ладошки помещается хотя когда вы ее нагрузите скорее всего она перестанет ехать и станет очень очень низкой кстати говоря масса этого автомобиля 1540 килограмм и мне кажется что для такого мотора это многовато касательно днище ребята там нет абсолютно никакой защиты там голый металл из бонусов имеете подкрылки хоть за это спасибо но конечно все эти канты открыты и мне честно говоря сложно представить насколько долго они останутся белыми они оранжевыми баг ребята он меня расстроил дело в том что у меня форде стоит 1 и 5 примерно все то же самое и там нет at blue там нету крышки здесь и at blue и крышка то есть это добавляет просто-напросто головной боли что же касается высоты то автомобиль довольно приятный несмотря на то что внутри очень очень много места с этой высотой вы проедете пожалуй на любую парковку если вдруг вы сталкивались с ограничением по высоте а это блин очень неприятно что же касается зеркал то они снесены на мой взгляд немного специфично я наверное хотел бы их видеть все-таки здесь в более привычном месте потому что ощущение в салоне немного странные по задней части друзья все очень очень здорово как вы видите свет его как бы нету то есть вы можете парковаться возле абсолютно любого бордюра и все будет хорошо что касается света и тормозов это прекрасно конечно из дублирующий стопак и сами по себе фары выглядят довольно вменяемо и так что же мы видим да вообще ничего мы видим две лампочки для номера и конечно сам багажник а нет забыл забыл есть парктроники есть 4 сенсора парктроника и ну хорошо хоть так я думал что их тоже не будет итак ребят из позитивных моментов двери открываются легко они абсолютно не тяжелые и здесь есть некий прикольчик я не знаю если это на всех коммерческих машинках но имеется такая ручка которая позволяет распахнуть вам дверь ну круто же чтобы вернуть все на свои места вам не придется совершать никаких дополнительных действий просто лишь закрыть две имеется также стопор и этот стопор прикольная тема здесь располагается фиксатор для него все конечно же из пластика это не предназначено для каких-то силовых моментов но тем не менее оно есть это хорошо вторая створка чуть-чуть поуже ручка пластиковая но каких-то особых нареканий к ней нету она находится в хорошем месте здесь точно также имеется возможность открыть дверь пошире в остальном же по кузову ребят он больше чем я ожидал касательно материалов ну я думаю тут и говорить не о чем это вот прям вот самое дешевое что может быть свет здесь очень грустный очень грустный свет но спасибо что есть по крепежкам крепежек на самом деле не то чтобы мало но и не то чтобы много есть шесть вот таких петелек или как их назвать на полу и ой ой а как то она открывается блин ну ребята вы чтобы эту петельку открыть сначала должны взять отвертку наверное потому что они новые их еще не разработали либо я просто в общем есть некие петельки для фиксации пол пол у нас это фанера некая она по идее сделана не скользящий и приятным бонусом мой взгляд является вот этот вот что-то алюминий наверное алюминиевый кантик тоже неплохо хотя конечно видны абсолютно все стыки и все в этом духе и так что касается боковой двери боковая дверь открывается гораздо приятнее чем я ожидал конечно же у нее есть стопор и ширина этого проема ребят как вам сказать ну конечно что-то габаритная вы сюда поместите вряд ли но лучше так чем вообще никак а вот что не плюс ребят это поворотнички они выглядят настолько дешево их как будто не с китайской машины сняли а с китайской игрушечной машины ну вот так итак давайте посмотрим салон двери открывается вполне неплохо посмотрите как она распахивается это самая настоящая воротина итак посадка посадка на самом деле царская проем очень большой посмотрим что же нас ожидает от двери конечно это невероятно лютый жесткий пластик окей понятно коммерческий транспорт радует меня twitter twitter находится в довольно приятном месте хотя возможно возможно это близковато я наверное предпочел бы чуть подальше от себя имеется отпирание задних дверей две клавиши для стеклоподъемников и стеклоподъемники ребят это боль это очень большая боль потому что они в 2022 году не автоматически я не знаю насколько это дороже но мне кажется предоставить вот это клиенту просто плевок в лицо спасибо хоть на том что зеркала электрические хотя подогрева насколько я смог понять на них нету ручка находится в не самом приятном месте хотелось бы чуть повыше но хорошо хоть что она есть один динамик здесь пластиковая сеточка которая продавливает ее вообще запросто можно сломать поэтому нужно поаккуратнее как-то с ней подшиправить и динамик проходили знаем и карман два кармана они хорошо что есть они не какущие там нет ни коврика чтоб чет не скользила не гремела не бархатки не отформовать для бутылочки и я думаю на этом с дверью можно заканчивать касательно руля и того что находится за ним очень меня удивил автоматический свет я думал что в такой нищей комплектации все будет нищие но нет здесь автомат и это прям классно но вот здесь коммерческий транспорт где кармашки здесь настолько мало неких ниш которые вы можете в которой вы можете что-то спрятать что я вот прям удручен вент отверстие она вызывает у меня противоречивые чувства она достаточно красиво нарисовано она достаточно большое диапазон регулировок тоже вполне приятный но ну так уже фуфель на смотрится ну ну просто капец ладно здесь у нас имеется подстаканник и я открою вам секрет это не единственный подстаканник в этой машине подстаканников целых четыре штуки точно такой же располагается с другой стороны и еще два по середине но перед тем как я вам это покажу хочу сказать об одном моменте подножка чуть выше подножки совсем немного выше сейчас поймете почему я об этом говорю располагаются два болта которые закрыты пластиковыми такими заглушечками и это жесть вы будете всегда цеплять их ногой если ваша нога не 36 размера сами же по себе педали очень приятные к этому нареканий быть не может и что меня порадовало место здесь тоже достаточно много то есть посмотрите а при росте метр восемьдесят пять сижу здесь просто как король это плюс конечно же имеется одна ниша здесь это прям газель тема она мне нравится вот это прям плюс она довольно глубокая вы туда сможете очень много чего спрятать хотя никакой бархатки ничего там нет и она будет греметь как последний раз в жизни место водителя насколько хорошая настолько и плохое руль у него достаточно приятная форма но просто мерзительные материалы у него вполне приятный круиз-контроль который гораздо лучше чем у форда но просто невероятно отвратительное колесико регулировки громкости дело в том что когда вы хотите отрегулировать громкость сразу полностью вниз и зажимаете колесика интуитивно ожидая того что громкость понизится полностью она понизится на один и застынет чтобы убрать ее полностью вам либо нужно покрутить колесико слава богу она тут есть либо тыркать до бесконечности вот это колесико но да ладно что же касается круиза почему приятнее чем в например форде фокусе фокусе вы не можете сразу как например впасать и добавить десятку 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 и поехать вам нужно тыркать по одному и это капец как раздражает ну либо убирать свою ногу с удобного места давить газ а потом фиксировать здесь вы можете добавить 5 5 5 5 и это прекрасно я думал что здесь будет такая же тема как форде потому что ну опель касательно формы руля ребята это было разочарованием потому что потому что в процессе например вы крутитесь во дворах и это очень знакомо курьером когда вы крутите его рукой вот этим местом во первых вы будете задевать колесики а во вторых вот этот срез под спорт зачем он здесь нужен я не понимаю но этот срез под спорт будет как бы выбивать руль у вас из руки так чуть-чуть она будет добавлять вам неуверенности и при резких вращениях будет такой ой волноваться немножко это бесячая тема касательно рычага переключения передач я думаю вы видите какой он формы и но зачем зачем так усложнять он приятный до материалы недорогие это все понятно но когда у вас например включена 3 он находится ну или 5 да он находится дальше чем мог бы быть а сейчас внимание дамы и господа подлокотник касательно приборочки ребят приборочка здесь просто восхитительная она очень красиво сделано то есть не то чтобы красиво в плане дизайна а в плане читаемости у вас никогда не возникнет вопросов на какой скорости вы едете не днем не ночью колодцы очень приятно оформлены это мне напоминает ford k кстати говоря очень сильно напоминает ford k и очень конечно же радует что есть датчик температуры потому что ну многие от него отказываются вот эта тема друзья эта тема ну я чуть слезу не пустил когда нажал настройку чтобы выбрать источники звука и не увидел bluetooth да друзья он стоит 1 доллар в китай и они не потрудились его сюда вкорячить единственное что здесь есть юсб шник и это очень хорошо касательно же bluetooth а ребят я не нашел способ его подключить потому что в тачке просто нет аукса и даже китайский bluetooth модуль нас не в силах выручить в этом случае очень здорово помогает беспроводная колонка например jbl раз уж я здесь ключик чисто ваговская тема кнопки у него скажу честно отвратительные неудобные слишком маленькие у меня не самые жирные пальцы и все равно блин такое себе ладно итак ребят очень интересная фишка этой машины допустим припарковались в неположенном месте отбежали но забыли включить аварийку закрываем тачку нажимаем еще раз на клавишу так наверное задержать надо да чуть-чуть задержать и как вы видите включается аварийка это же прекрасно чтобы ее выключить нужно так чуть-чуть задержать и что же касается тачскрина то ну давай запускайся он запускается медленнее чем форде причем раза в полтора-два стабильно уже может и в 3 я специально не буду это вырезать ребят вы чтобы поняли как он долго запускается блин да он ford просто bentley по сравнению с этой машиной касательно тачскрина он просто потрясающий но так как она отзывается это капец это все очень очень долго возврат назад происходит моментально а если вы выбираете какое-то меню он думает как windows но если не 98 то экспишка sp1 за дисплеем кстати дисплей довольно толстый так вот за ним блин их его может еще с собой брать можно так шатается как планшет и ладно за ним располагается небольшая ниша тут можно положить парковочные часы я не знаю что то можно положить нет опять же никаких ковриков вам придется все это покупать самому заказывать китае не знаю потому что все будет скользить греметь и вы так будете уставать от звуков такие только машина громко и не только кузов гремит еще и печка просто охренеть какая громкая вент отверстие когда кстати открываются закрываются они достаточно просто но если вы не включаете режим чтобы дуло на вас именно верхнюю часть тела она все равно будет дуть вам именно механически постоянно придется закрывать эти отверстия не спешите расстраиваться хочу сказать о хорошем сейчас на улице достаточно холодно и машина была холодная когда я поехал на обзор на место ехал минут семь может быть десять и когда я приехал был реально кипятковый воздух от запечку прям лайк клавиш аварийки и отпирание запирание дверей находится в приятном месте на них я думаю останавливаться сильно не стоит а вот эта ниша эта ниша меня в себя влюбила конечно тут нету никакой бархатки никаких ковриков да я об этом уже тысячный раз повторил но она очень удобная в плане расположения вам не придется как-то вот что-то совершать некие маневры чтобы взять ваш телефон ребят ниша для мобильника если вы едете по трассе едете долго это зима и печка ваша включена то эта ниша может выступать в качестве печки то есть если у вас есть холодная с собой к это прям самое то мобиль же ваша будет греться будет раскаляться если вы хотите прицепить мобильник сюда на мет отверстия какую-нибудь держалочку то ребята эти вент отверстия даже в закрытом положении пропускают воздух и ваша мобилка с навигацией тоже будет очень сильно греться особенно если она на зарядке касательно же других меня для мобилы то их просто нет ребят вот этот вот подстаканник он очень узкий и даже тонкий samsung туда не помещается поэтому поэтому придется что-то мудрить и особенно если вы покупаете машину с хорошей комплектации где есть шайба это будет потрясающе здесь у вас будет место вам не придется вот так вот так вы просто достанете свой телефон центральная как бы консоль почему как бы да потому что ее нету нормальных комплектациях в гражданских возможно они в коммерческих здесь отличная консоль здесь а-ля гольф посад такая шторка и это просто потрясающе но здесь здесь не подстаканники подстаканники здоровские здорово что они есть но там нет никаких фиксаторов если вы покупаете баночку перед булла либо кофе в узком стакане он будет качаться и сто пудово разольется уже наверное лучше ставить его сюда тут вы хотя бы поймать его успеете и увидите что он падает особенно актуально в горной местности как у меня да здесь есть юсби но например форде юсбишник заряжал мой телефон очень слабым током там пол ампера и поэтому конечно я использую отдельную розетку для прикуривателя здесь конечно тоже есть прикуриватель но вот как он расположен он находится внизу и казалось бы да это не перед глазами это хорошо но я ни в коем случае не приветствую тех людей которые сверлят торпеды в там к ходят провода чтобы они торчали нет но если бы это было не лизинговая машина я мог бы хоть на что-то как-то прилепить провод чтобы он был в зоне доступа а не болтался у меня под ногами в случае с лизинговой тачкой я не имею права ничего здесь делать иначе потом будут платить денежки за это все и ну вот что с этим делать скажите мне инженеры опель алё вы смотрите ручник ребята ну то прям самый спартанский ручник который я видел за последние блин всю свою жизнь наверное но он работает он вполне себе приятный поэтому я не буду на него ругаться сидение это прям отдельная тема и ребят у меня прям не самая толстая жопка и все равно в поворотах я уезжаю здесь абсолютно нет никакой боковой поддержки и сидение узкие это просто откровенно табуретка да она мягкая она лучше чем в фокусе причем гораздо лучше но она узкая нет поддержки ты едешь поворот и упираешься локтем вот в эту часть а по-другому никак просто здоровый мужик вот с такой вот шириной как например дальнобойщики просто обхватит это сидение своей пятой точкой двигать вы можете только водительское сидение друзья это сидение неподвижно и я понимаю что это экономия но блин а если у пассажира спина затекла если он хочет немножко откинуться из положительных же моментов это то что сидение открывается и там реально огромная ниша плюс некоторые вещи вы можете положить между сидением и центральным туннелем но конечно ни в коем случае не со своей стороны иначе она закатится к вам под педали что же касается бардачков начнем с верхнего он нет никаких кнопок он просто открывается усилием и он он крутой во первых он очень глубокий у него есть ступенечка туда помещается а4 и кстати хочу вам показать смотрите какая книжечка она прям био-био прям за экологию как будто и цвет такой выбрали и рифленая стиль а вы можете положить сюда довольно много всего но это все будет греметь и стучать потому что никакой бархатки там нет имеется одна ниша здесь кстати говоря вот у меня есть ручка и ручку я положу сюда ниша прикольная за нее лайк а вот бардачок внизу бардачок это капец но вот почему нет бардачка тут нету ни климата ничего пустая машина вы чё не могли вот дверочку сделать opel вот настолько вы экономите сколько выиграл 3 доллара 4 но это меня расстроило бардачок вообще никакущий просто никакущий поэтому на нем останавливаться не будем козырьки имеют дурацкую форму и здесь она перекрывает вам часть обзора здесь вам недостаточно защиты от солнца а защита от солнца именно в этой комплектации невероятно актуальна почему да потому что нету зеркала и крыша очень высокая плюс машина довольно узкая во-первых вас слепит отсюда во-вторых вас слепит отсюда потому что тут наклеечка на три сантиметра и если вы покупаете тачку для себя ну то есть не берете в лизинг обязательно клейте какую-нибудь наклейку не 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 прозрачную потому что вы будете постоянно вот так где мои очки где маячки это очень неприятный момент на мой взгляд ладно что же касается мертвых зон в принципе вот этот угол очень очень сильно улучшает ситуацию и я не могу сказать что с мертвыми зонами тут какая-то прям проблема не все нормально касательно же вот этой части ребят здесь есть вот такой вот аппендицит который остался от богатой комплектации здесь климат-контроль там просто отверстие ничего нету и лампочки нажимается но приятнее чем в форте более люксовый звук если изволите здесь у нас сжирается часть пространства а если вы не знаете то сверху полка и получается так что вы можете использовать либо левую либо правую часть этой полки потому что по центру располагается блок вот этого света очень много спорта при старте я не мог это не подснять в такой то машине руль спортивный но я прям чувствую себя гонзалесом вот что касается руля он он просто невероятно легкий и это плюс потому что ну вероятно вы будете много времени проводить за рулем конкретно такой коммерческой тачки кстати говоря еще из бонуса почему я забыл упомянуть кубики крепятся к полу и это потрясающе не не будут уезжать вперед ремень конечно же не регулируется по высоте есть кстати интересная фишка я не совсем понимаю эта фишка или тормоза подклинивают потому что никакой индикации на щитке нету но где-то две секунды машины как будто сама держит тормоза пока вы не тронетесь посадка на самом деле приятная в плане высоты сидишь высоко и это похоже на нечто длиперская даже чуть-чуть это не похоже на бус вот в чем дело на кругу мы проедемся со скоростью посмотрим на сколько у нас вообще получится это сделать 30 километров в час и машина стоит очень уверенно но моя жопка уже улетела все видите как я съехал меня держит тут просто я не знаю что это божья помощь про мультимедиа есть еще один очень плохой момент и дело в том что я об этом забыл упомянуть навигация я нажал navi и он не говорит подключите телефон чтобы машина могла получить доступ к вашему компасу спутнику чем там хочет что касается тяги третья передача 50 км в час 2000 оборотов обороты тоже непростые тахометр на подсъемах возможно мы заметили размечен до 8000 но на пяти есть красный штрих шок дешевле блин просто невозможно сделать они взяли от бензинки панель и черканули на 5000 красный штрих нажимаем газ в пол машина разгоняется разгоняется вполне приятно но не быстро и если вы хотите кого-то вздернуть в районе светофора чтобы выиграть себе немного времени вряд ли у вас это получится вас накажут определенно это опять я миша из будущего и ребят касательно рулежки рулю машины очень острый он ощутимо острее чем например в посаде шестом то есть моей личной машине и связь дорога ощущается просто обалденно то есть за рулежку этой машине прям огроменный жирный лайк касательно же комфортной скорости то практика показала что это 120 или на крайняк 130 но на 130 вы прям чувствуете как тяжело мотору давайте нажмем чуть-чуть 64000 оборотов третья передача 80 3000 оборотов ну короче долго очень очень долго хотя в потоке в принципе этого должно хватать за глаза ну что давайте тормозим посмотрим что произойдет скорость 50 километров в час ну тормоза четкие тормоза прям класс я думал будет гораздо хуже задние меня порадовала не нужно никакие кольца стянуть ничего никуда нажимать как фальсвагене просто оп шестую включил и у тебя задняя есть что касается выворота ребят выворот здесь крутой реально крутой выворот потому что тачка только передний привод на никакого заднего конечно же тут быть не может и для переднего это очень очень достойный вариант несмотря на то что в принципе все здесь довольно эргономично это действительно вот немецкий автомобиль до производства кстати только в германии я все-таки не понимаю как в этой машине можно ездить 8-часовой рабочий день а зачастую это у многих людей не 8 а все блин 12 часов потому что не то что от работы устанешь этот шум сведет тебя с ума и когда ты придешь домой ты будешь думать давай да ты думать не сможешь не то что там о чем-то сожалеть своей жизни и ребят ну я советую присмотреться конкурентом я ездил на фальсваген кэдди например примерно тех же годов ну условно говоря то есть 18-19 год и мотор 1.6 дизель он прям на голову выше каких-то пользовательских даже не пользовательских для человека ну что друзья вот такой обзор на комбо у нас сегодня получился и в конце подытожив это видео хотелось бы сказать о том что покупая коммерческий транспорт конечно цена играет пожалуй главную роль но порой стоит немножко доплатить получив гораздо гораздо больше комфорта меня зовут миша вы были на канале про тачки всем удачи и до новых встреч